Всем привет, ребята! Вы на канале Тойчай Кит. Сегодня мы играем в мою кофейню, рецепты и истории. Итак, что же мы сегодня получим в беспроигрышной игре? Это один анис, это хороший подарок, мне нравится. Итак, друзья, с нами хочет поговорить Диего, видимо, напоследок. Вот и настал час прощаться. Вы уже уезжаете? Да, у вас в кафе замечательно, но мне надо ехать дальше, иначе какой из меня путешественник? Надеюсь, вы еще к нам заедете? Обязательно, и уж точно, я никогда не забуду Хэллоуин, который провел здесь. Я тоже. Счастливого пути, Диего! Ну вот и все, ребята, Диего уезжает. Пока, Диего! Ну что, ребята, давайте поговорим с Ватсоном Холмсом. Он что-то очень сильно хочет нам сказать. Ватсон, какие новости? Я недавно в тир ходил. И как успехи? Я понял, что дубинкой попасть по мишени легче, чем из пистолета. О, это все, что ты нам хотел сказать. Так, а это у нас про кофе, и он тоже нам что-то хочет сказать. Ммм, Ватсон разговаривал с вами насчет Алисы? Нет, тут такой казус случился. Я подошел к Холмсу с намерением обсудить это любопытное совпадение, а он аж на стуле подпрыгнул. Пробурчал что-то о срочных делах и несвоевременности. В общем, я решил уступить инициативу. Лучше подожду, пока сам Холмс сочтет уместным данный разговор. Так, а почему же Холмс не захотел разговаривать с Прокофием? Ну как, Ватсон, вы справились со своими переживаниями? Кмм, предъявите техпаспорт и права, пожалуйста. У меня к вам есть пара вопросов. Благодарю за содействие. Ну как? Вы само хладнокровие? То, что надо. Ну, я пошел. Расскажите, как все прошло. Лучше Прокофия потом спросите. Интересно, согласится ли он с вами насчет моего хладнокровия? Ну что ж, ребята, к нам возвращается Прокофий. Надеюсь, что он уже готов с нами поговорить. А мы пока выполним парочку заданий. Например, поучаствуем в викторине Билла. Что такое эпиграф? Я думаю, что это цитата в начале произведения. Это правильный ответ. Как называется самый высокий мужской голос? О, это сложный вопрос. Честно, я не знаю. Давайте попробуем бас. Нет, бас это самый низкий голос. О, я этого... Блин, точно. Я немножко перепутала. Ну что ж, высокий голос называется тенор. Ладно. Еще какой-нибудь вопрос. Какой цвет в радуге находится между синим и зеленым? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это голубой цвет. Да, это правильный ответ. Ваш выигрыш. 225 монет. Очень здорово. Ну что, Прокофий хочет с нами поговорить. Привет, Прокофий. Как ваши дела? Вам удалось поговорить с Ватсоном? Что? Я вообще-то попить кофе зашел, а не языком болтать. Что у вас подают? Чай, капучино, латте, десерты. Как будто вы не знаете про кофей. Я, конечно, знаю. Уже знаю. Налейте мне какое-нибудь кофе покрепче. Да, побыстрее. Ладно. И какое же ему кофе налить? Интересно, он согласится на эспрессо? Прокофий, как ваше настроение? Как обычно, отвратительно. Оно у меня портится, когда я окружен идиотами. Ну почему вы так относитесь к окружающим? Раньше я любил людей, но они всячески старались это исправить. Да. И что же ему нужно-то от меня? Он не хочет со мной разговаривать. Возможно, с нами захочет поговорить Ватсон. Кстати, он пришел. Ну а пока с нами хочет поговорить Маргарет. Давайте с ней поговорим. Маргарет, вы не замечали, что Прокофий себя как-то странно ведет? Странно? Это вы еще не видели человека под действием Кополамина? Кополамина. Думаю, Прокофий не в себе из-за истории с бумажником. Как это связано? Ватсон узнал о бывшей девушке Прокофия, спасенную им официантку. И, вероятно, сердце нашего каменного стража порядка дало трещину. А вы же знаете деликатность Ватсона. Он мог поговорить с Прокофием и чем-то его ранить. Дубинкой? Ну нет, тогда бы мы Прокофия не скоро увидели. Говорят, что слова ранят сильнее, чем пули. Правда, так говорят те, в кого ни разу не стреляли. Что посоветуете? Просто поговорите с Ватсоном, спросите его. Ну, я так и предположила, что мне нужно поговорить с Ватсоном. Сейчас он сядет и мы с ним поговорим. Ну что, Ватсон, вы разговаривали с Прокофием в последнее время? Не помню. Как это не помните? Недавно я получил сильный удар по голове от преступника. Доктор говорит, что при сотрясении мозга такое бывает. Приходится многое записывать. Но мне так даже больше нравится. И каковы прогнозы? Память может сама вернуться, а может и не вернуться. Вот дорогу к вам я вспомнил, а разговор с Прокофием не помню. А кто вас ударил, помните? Тоже нет. И окажется, к Прокофию поехал. Уже не помню зачем. Следующее воспоминание кафельной стены больницы. Ого! Вот это да! Маргарет, преступник сильно ударил по голове Ватсона. Он потерял память. Ватсону повезло, что у него такая крепкая голова. Давайте избавим Ватсона от амнезии. Мы разоплачим нападавшего и поймем, что так испортило настроение обычно вежливому Прокофию. Вы так говорите, как будто начинаете каждое утро с возвращения кому-то памяти. Не каждое, конечно, но возвращать память по утрам мне приходилось. И как вы это обычно делаете? Думаю, тут идеально подойдет гипноз. Нужно ввести человека в транс, а затем задать ему нужные вопросы и направлять его мысли в нужную сторону. А как ввести в транс? Некоторые люди входят в транс от каких-то звуков, некоторые от образов или запахов. А кто-то от еды или напитков. Поговорите об этом с самим Ватсоном. Хорошо. Ну что, Ватсон, память к вам не вернулась? Все по-прежнему. Я уже третью записную книжку завел. Маргарет посоветовала попробовать гипноз для излечения вашей памяти. Как вы на это смотрите, Ватсон? Если это поможет мне вспомнить нападавшего, то я готов. А как вы будете это делать? Скажите, Ватсон, а есть ли что-то, что может ввести вас в состояние транса? Дайте подумать. Да, был один случай. Как-то в гостях я попробовал летний латте. Больше из того вечера ничего в памяти не осталось. Может из-за того, что я вошел в этот самый транс. А может из-за недавнего удара по голове. Но помню, как ребята в участке надо мной потом смеялись. Я часа четыре сидел неподвижно и ни на что не реагировал. Хорошо, давайте попробуем напоить вас в летнем латте. Давайте теперь сделаем быстренько летний латте. Для этого нам понадобится латте, виноградный сок. А что еще я сейчас посмотрю? Сливки, шоколад и лед. Ну вот и готово. Ватсон, вот вам чашка летнего латте. Готовы начать сеанс гипноза? Дайте мне еще минутку. Кстати, больше не беспокойтесь о том, чтобы приготовить мне летний латте. Действие даже одной чашки оказывает на меня довольно продолжительное воздействие. Ладно. Привет, устраивайтесь поудобнее? Да, конечно, только у меня маленькая просьба. Какая? Можете поставить симпатичный кожаный диванчик? Постараемся поставить. Спасибо, а то от стульев у меня уже болит, ээээ, нижняя часть меня. А ты на чем сидишь, не на диванчике? Кожаный диванчик ему поставить. Давайте посмотрим, где этот кожаный диванчик. Я его нашла, он стоит всего лишь пять тысяч. Мы его сейчас установим. Надеюсь, Ватсону понравится. Мы купили и поставили новый кожаный диван. Вы не представляете, как я вам благодарен. А вот три алмазика в знак моей признательности. Спасибо. Готова погрузиться в состояние гипноза? Что бы ни случилось, помните, полиция отблагодарит вас за помощь в расследовании розовым полом. Ну, поехали. Уф, опять это странное ощущение. Что вы чувствуете, Ватсон? Ватсон, вспомните день, когда вы потеряли память от удара по голове. Я приехал к Прокофью, хочу с ним поговорить. Я вышел из машины. Передо мной дом Прокофья. Два этажа. Входная дверь приоткрытая, рядом с домом растут кусты. Смеркается. Заходите в дом. Я в вестибюле. Здесь камин, в котором горит огонь. Лестница на второй этаж и какая-то дверь, наверное, в подвал. Поднимайтесь по лестнице на второй этаж. Я на втором этаже. Это спальня. Большая, расстеленная кровать. Гардероб, открытое окно. Посмотрите в окно. Окно выходит на задний двор. Видна какая-то хозяйственная постройка, бассейн, клумбы с цветами, садовый инвентарь, водосточная труба проходит рядом с окном и спускается во двор. Полюбуйтесь немного открывшимся видом. Пожалуй, я даже сяду на подоконник, закутаюсь в плед. Такой прекрасный вид. Как себя чувствуете? Не надо было мне любоваться видами из окна. Настоящие полицейские так не делают. Вот я и очнулся. Продолжим чуть позже. Во что бы то ни стало, мы должны добраться до истины и распутать преступление. А я все провалила? Ох. Получается, я должна была заглядывать в каждое место, в гардероб, в камин. Ну хорошо, в следующий раз я так и сделаю. Готовы погрузиться в состояние гипноза? Итак, он приехал к Прокофьеву. Давайте заглянем в кусты. А, давайте сначала заглянем в вашу машину. Я нашел коробку с пончиками. О, а под ней я нашел фонарик. Возьму его с собой. Посмотрите в кустах. Ничего интересного. Мне показалось, что я во что-то наступил. А, нет, не показалось. Заходите в дом. Я в вестибюле. Здесь камин, в котором горит огонь, лестница на второй этаж. И какая-то дверь, наверное, в подвал. Поищите в камине. Тут ничего нет, кроме огня. Огонь? А, я горю. Ох, я очнулся от вашего гипноза. Не надо было мне лезть в огонь. Вы в порядке? Да, наверное. Но мне нужно немного отдохнуть. Продолжим чуть позже. Ну что ж, дубль три. Загляните в вашу машину, возьмите фонарик. Давайте сразу зайдем в дом. И отправимся в подвал. Крутая неосвещенная лестница. Если бы не фонарик, я бы наверняка пересчитал все ступеньки. Внизу стоит большая стиральная машина. Рядом с ней подъемник. Кажется, для белья. В дальнейшем конце помещения крепкая дверь с массивным висячим замком. Осмотрите дверь. Она заперта. Замок тяжелый, крепкий, подручными. Средствами такой не взломать. Тут нужно спецоборудование. За дверью слышно какое-то шуршание. Там кто-то есть. Осмотрите стиральную машину. Она просто огромная. Такие стоят в прачечных. Я приоткрыл дверцу и заглянул в барабан. Ой, кажется, я нечаянно нажал на какую-то кнопку. Барабан начал вращаться вместе с моей головой. Ох, я очнулся. Голова очень кружится. Кажется, я включила режим отжима. Продолжим чуть позже. Дубль четыре. Берем фонарик. Заходим в дом. Идем в подвал. Осматриваем дверь. Поднимаемся на подъемнике на второй этаж. Я на втором этаже. Это спальня. Большая, растильная кровать. Гардероб, открытое окно. Осмотрите кровать. Большая, мягкая кровать. Очень уютная. Я прилег только на секундочку и сразу уснул. Мне снится сон. Я в своих воспоминаниях ложусь на кровать. Мне снится сон. Кровать. Гипноз. Вы в порядке? Я очнулся от вашего гипноза. Дубль пять. И думаю, что нам нужно заглянуть в гардероб. Других вариантов больше нет. Берем фонарик. Заходим в дом. Поднимаемся сразу на второй этаж. Заглядываем в гардероб. Здесь мужские костюмы. Мужские туфли. Рыжий парик. Видимо, женский. Множество галстуков. Парик. Хм. Ага. Давайте спустимся по водосточной трубе во внутренний дворик. Было непросто. Но у меня получилось осторожно спуститься во двор. Вижу сарай для садового инструмента. Бассейн. Лежащие на земле грабли. Заходите в сарай. Здесь полумрак. Какие-то инструменты в тени. Строительная каска под ногами. Старое пыльное зеркало. Похоже, висело когда-то в доме. За спиной слышится шорох. Обернитесь. Я постарался обернуться. Но черенок от лопаты в руках преступника был быстрее. Искры из глаз. Вы в порядке? Не совсем. Но я узнал этот удар. Он вышиб мне память. Ага. Теперь мы проделаем все то же самое. Но сделаем все немножко быстрее. Давайте попробуем подобрать каску. Нагнулся, чтобы подобрать каску. Надеть не успел. Удар по голове темно в глазах. О, моя голова. Боже мой. Что же делать-то нужно? Ну что ж. Заходим в дом. Поднимаемся на второй этаж. Смотрим в окно. Спускаемся по водосточной трубе. Давайте заглянем в бассейн. О. Да. Монетка на дне. Я нырнул, чтобы достать ее. Что Нина засосала в сток. Я тону. А. Все. Я очнулся. Хорошо, что это не по-настоящему. Продолжим чуть позже. Ну что ж ты такой неуклюжий-то, Ватсон? Итак, мы вновь заходим в сарай. Давайте посмотрим в зеркало. В зеркале я увидел свое лицо. Черенок от лопаты, летящий к моему затылку. И про... Прокофий. Меня ударил Прокофий. Хорошо, Ватсон. Сейчас вы вернетесь к своему обычному состоянию на счет 3. 1, 2... Да я уже очнулся. Я все вспомнил. Это был Прокофий. Но зачем он меня ударил? У Прокофия есть брат-близнец по имени Эдвард. Видимо, это он все натворил. Надо срочно съездить к Прокофию домой. Я понял. Немедленно выдвигаюсь. Немедленно. После того, когда пью свой кофе, конечно. И на этот раз возьму с собой подкрепление. А вам розовый подарок. Спасибо. То есть, вот этот вот человек, это не Прокофий, это Эдвард. А Прокофий сидит в подвале за закрытой дверью. Ничего себе. Ватсон, вы осмотрели дом Прокофия? Пока нет. Жду подкрепления и подкрепляюсь вашим кофе. Думаю, к следующему визиту мне будет что рассказать. Да, действительно будет что рассказать. Ну что, ребята, я думаю, что на этом нужно заканчивать. Ребята, вы были на канале Тойчо Китс. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok